Доброе утро! У нас будет письмо Колоссянам, первая глава, первых восемь стихов. И когда я смотрел на этот текст, мне захотелось его, и вообще на все это письмо, мне захотелось назвать его так, пускайте корни, пускайте корни и укореняйтесь во Христе. Павел никогда не посещал эту церковь. Спустя где-то 5-7 лет к нему присоединяется Павлу, когда он был в заключении в Риме, епофраз и информирует его относительно вот этой церкви, которая находится в Колосах. И с какими трудностями в данный момент столкнулась эта община. Пришли туда люди, которые полагали, что христианам надо умолостивлять Бога через поклонение, воздержание от пищи и питья, а также посредством почитания определенных особых дней, приписываемых Ветхим и Заветом. Многие разные вот такие обряды. И цель этого письма — помочь. Помочь этим верующим справиться вот с этой такой сутью. Друзья, это очень серьезный момент. Каждый, я бы сказал бы, каждый христианин сталкивается вот с этой сутью или такой напастью. Или вообще, я сказал бы, вирусом. Но вирусы нам нужны для укрепления нашего организма. Я вам расскажу в одном чисто почему мне так дорого это письмо, и именно какой выход из этой ситуации, когда пришли такие люди и говорят, что у вас надо удерживаться, вот такое питание у вас должно, вот этого нельзя пить, это можно пить, туда надо ходить, сюда нельзя ходить. И многие другие вот такие формальности. Я расскажу вам о одном наивном таком мальчике в районе 30 лет назад, который вообще так Бог сделал, что начали вообще в одной глубинке, там христианства никто и не слышал. Вот начали люди принимать Иисуса. Хотя он так думал, чтобы этих людей, он был рад и счастлив, что этих людей никогда это напасть не настигнет. К его зачарованию, к его удивлению спустя где-то так же в районе 5 лет в эти горы, где ни одного славянина, ни одного христианина заехали туда, славяне-христиане, да, к этим верующим. Вот и все. И принесли, и сказали. Вообще, у вас должны быть прически вот такие, платочки у вас должны быть вот такие. Когда вы молитесь Богу, положение вашего тела должно быть вот так. И что интересно, я посещал, и мы общались с ребятами, но вдруг мне приходит письмо оттуда. От моих друзей, которые и пишут мне. Виктор, ты что обманывал меня 5 лет? Ты говорил, что ты баптист, а ты вообще не баптист. И прочее, и прочее. И это 5 страниц. 5 страниц. Я проснулся немножко в своей наивности. В своей наивности. Насколько все это серьезно, друзья. Насколько все серьезно. Растите во Христе. Растите во Христе. И сегодня, я бы сказал бы, вот этой сути, этих пониманий очень много разного. Очень много разного. И все, мне кажется, что все выплывает из одной детали, от того, что мы не растем во Христе, от того, что у нас есть какие-то небиблейские представления о Боге. И мне хочется забежать наперед в этом письме и бросить такой посыл, такую ткань на все вот это время, которое мы с вами будем рассуждать об этом письме. Это вторая глава Колоссяна. Я прочитаю современный перевод 16 стиха. Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников или суббот. Все это давалось лишь прежде, как отблик с того, что должно было наступить. Сама же суть и основа всего – Иисус Христос. Не допустите, чтобы те, кто надевает на себя маску ложного смирения и, поклоняясь ангелам, похитили у вас награду. Такие люди питают свою надменность своим человеческими вымыслами. Они потеряли связь с главою Христом, управляющей всем телом, члены которого связаны воедино и которая растет так, как ему повелевает Бог. Если вы умерли со Христом для земных соблазнов, то почему же вы по-прежнему живете, будучи связаны такими земными правилами, как этого не делай, того не ешь, к этому не прикасайся. Все это – лишь человеческие правила и понятия, которые рано или поздно потеряют свою силу. Может, они и создают видимость чего-то мудрого, но в результате человек проявляет своеволие, прикрываясь ложной скромностью над строгим контролем над своим телом. На самом же деле в нем нет никакой силы для того, чтобы одержать победу над страстью и злой мыслью. Вот такая серьезная сегодня у нас с вами будет, друзья, разговор. Вот такой посыл. Пришли люди, которые потеряли связь с главою Христом. И когда приходит человек и говорит, что у вас должна быть вот такая прическа, у вас должна быть вот такая расческа, у вас должен быть вот такой головной убор, почему это так? Потому что он говорит, что это в своей сути человек хочет умилостивить Бога через поклонение разных вот таких форм. Вот почему опасность. И он автоматом оторван от Иисуса Христа. Вот в чем вся такая суть и серьезность нашего сегодня с вами разговора. И мне хочется еще раз, Диане, давайте мы посмотрим вот 17-ю главу. Будем формировать такой портрет Бога, нашего представления вот о Боге. Диане 17-24. Бог, сотворивший мир и все, что в нем является Господом, небо и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей. Он не нуждается в том, чтобы люди служили Ему. Он сам дает всем людям жизнь, дыхание и все. Он не нуждается в том, чтобы люди служили Ему. Он не нуждается в нас. Мне хочется так крикнуть, да? Господи, благослови нас пониманием, что Тебе от нас, что ничего не нужно. Тебе от нас ничего не нужно. И поклонение через какие-то формальности, чтобы умилостивить Бога, расположить Его к себе. Этим мы только что? Отторгаем Его от себя. Он не нуждается в том, чтобы люди служили Ему. Хочется, конечно, такую маленькую ремарочку сказать относительно того, что Павел здесь говорит в Колоссяном, говорит, чтобы у вас не было вот этих понятий, этого не делай, туда не ходи, этого не ешь, того не пей. И может, потому что я также встречался с людьми, которые сразу садятся на такую волну вседозволенности и попустительства. И они только хотели услышать это. В силу своей духовной мертвости, силу своей оторванности от Иисуса. И что? И как на санках с горки полетели и сказали, «Я там услышал на проповеди». Друзья, грех – это грех. Это грех. Но очень часто люди смотрят и видят, что это здесь так. Вседозволенность, да? Нет. Цель нашего разговора сегодня как раз сама в этой сути, чтобы мы не прыгали по разным правилам, по разным человеческим понятиям, а что приобрели правильное библейское представление о Боге, отношение с Ним. И имели силу над страстью и злой мыслью. Над страстью и злой мыслью. Имели силу на истоках наших побуждений, чтобы мы ничего не делали из агостичных и тщеславных побуждений, чтобы мы не находились в рабстве. Мне нравится, как он здесь описывает этих людей. Смотрите. То почему же вы по-прежнему живете, будучи связаны такими земными правилами и понятиями? Почему вы живете, будучи связаны? Это рабство. Это не жизнь. Это рабство и не жизнь. И они пришли в церковь колоссианам, которая росла во Христе. Что? Эти связанные люди, эти пленники пришли и что сказали? А мы вам подарим правильное поклонение и свободу. А сами пленники. А сами пленники. Поэтому пусть Бог благословит нас быть свободными в Иисусе Христе. Быть свободными в Иисусе Христе. Пускайте корни. Вот наше представление о Боге. И поэтому двигаемся в первой главе. Давайте мы прочитаем первых три стиха. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей брат, находясь в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Очень мне то ли с возрастом, то ли, как я больше читаю Библию, глубины вот этих приветствий такие. И почему мне они все оказались такими мелкими, типа, здравствуй, как дела? А что ты спрашиваешь, если человек начинает рассказывать о своих делах, да? Да я тебя спросил, как дела, не для того, чтобы ты мне о них рассказывал, да? Вообще. И мне в такой же форме казалось и их приветствие Павла. Это просто как формальность, да? Но они здесь такие бездонная глубина в вещах, вот в этих всех фразах. Он говорит Павел. И дальше что он говорит? Апостол. Почем? Как? По воле Божьей. По воле Божьей. Не от того, что я этого захотел. Мне приснилось. Я захотел, я захотел. Я хватил микрофон, и мне нравится толпа, так как я такой харизматичен, и я сейчас буду вести, и я упаяюсь вот этим. Он говорит, что? Что? Вы знаете, что я пишу вам это письмо. Все это делаю. Я это делаю. Не по своей воле. И не по своей воле я стал апостолом. И еще такую маленькую ремарочку, друзья. Апостол. Какая картиночка рисуется? Какая мысль у вас сразу? Что вы представляете себе это слово? Апостол, да? Пойду поговорю с апостолом. Как вы будете? Пойду поговорю с апостолом. Но будете репетировать вопросы, как заходить к апостолу, как и что там делать, да? Какая ассоциация? Конечно, в нашей голове сформирована такая вертикаль. И апостол, это что? Это на самой там верхушке пирамиды. Апостол, да? Потому что я также встречал таких людей. Я апостол, они... Один апостол, группа положил. Второго апостола, да? Десять лет покричали, и все. Ни апостолов, ни церкви, да? И ни людей. И апостол. Что? Кто он, друзья? Ну, что за... Что обозначает? Какой смысл этого слова? А? И еще что? Посланный. Это человек, которого послали. И послали первым. Понимаете? Ты кем работаешь? Я тут на побегушках. Иди сюда, принеси то и что. И сделай так, чтобы я тебя не видел. Вот это апостол, друзья. Это апостол. Посланный. Не по своей воле. Меня послали. И это Иисус Господь. Это признание Иисуса как Господа, да? Почему так? Мы, конечно, рисуем само, если говорить о дарахе, мы будем в этом письме немножко касаться этой темы. Одну такую вещь, как здесь уже были благодарности относительно брака. Муж и жена, у них разные функции. Но что? Но они абсолютно равные. В нашей голове эти понимания не вмещаются. В нашей голове все четко помещается. Если я начальник, то ты, да? А если ты начальник, то я. В этой голове нашей хорошо это все укладывается, друзья. Но так не укладывается вот это все равные и разные, как в организме. Никак, друзья. Но если в семье у вас не вложится это понятие, не запульсирует вот это, что вы равные и разные, у вас не будет семьи. Вы не будете наслаждаться. У вас будет тирания. Вы не будете служить друг другу. Да? Да и немножко в советские времена. Сейчас, конечно, кто хочет быть пастором, да? Я. Как в этом комедии, помните, да? Кто там на завод? Я, да? Кто еще? Я, да? Кто на какую работу? Я. Кто хочет быть? Я захватил хороший шлейф советских времен, когда очередного пастора посадили в нас в деревне, да? И кто будет пастором? Кто будет пастором? Кто будет пастором? Но этих я не было. И это месяцы томления, месяцы ожидания. Как что? А почему так? Даже у меня вот друг такой, Алексей Челарский, да? Мы в Париге очень много дружили с десяток лет, и он рассказывает, уже развалился Советский Союз, рассказывает такую историю. И он приехал в свою Молдавию, в Тараклию, идет там все без света, и тут бабушка проходит мимо, я ее не узнал. И она кричит, Алексей! Да, я. Алексей, ты жив? А что я не должен жить, да? И рассказывает, как она работала в садике, когда ему было три годика, когда посадили его отца, приходят кегабисты и дают ему укол этому ребенку. Вот и все. А он думает, откуда у него этот нервный паралич? А с них всех берут расписку пожизненно. От того, что он трехлетний пастырский сын. Кто хочет быть апостолом? Кто хочет быть пастыром? Павел в воле Божьей. Это серьезный задел, друзья. И вот он, смотрите дальше, находящийся в колоссах, святым верным братьям во Христе. И как он начинает дальше? Смотрите, благодать вам и мир. А почему так? А потому что мира не было, друзья. Потому что когда приходят такие люди, я сам десятки раз переживал эти моменты в церкви. Мира в этой церкви не было, да? И когда Иисус смотрел на своих учеников, когда Он им рассказал, что Он будет уходить, и у них возникли такие разные трения, сложности. А как быть дальше? И смотрите, что Он говорит. Это Иоанна 14 глава, 27 стиха. Мир мой даю вам. Мир мой даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Мир мой даю вам. Слово жизни так говорит. Я оставляю вам мир мой. Мир я даю вам. Я даю вам совсем не то, что предлагает этот мир. Пусть ничто не волнует ваше сердце. Не бойтесь. Вот какую суть Он имел мир. Это не просто, как там говорят, молитва мисс мира, да? Господи, благослови этот мир миром, да? И моего любовника-наркобарона, благослови деньгами, да? Это не этот шлейф. Мир во всем мире. Мир во всем мире. И это не пустота. Когда Он говорил эти вещи последовательно, шаг за шагом, Он говорил и подразумевал вот эти божественные глубины. На чем они должны стоять? Они на косыночках. Они на сплетнях. Они на формах одежды. Они на еде. Они на какой-то питье там, да? Чтобы Иисус был Господом. Чтобы они были свободными. Чтобы был этот мир. Чтобы в плену. Чтобы они не были связаны эгоистичными и тщеславными побуждения. Только тогда человек имеет свободу, друзья. А ее дает. Кто? Если сын освободит, то что? То будете свободны. И другого нету. И другого нету, да? Поэтому, смотрите, у кого есть жажда по миру, я оставляю вам мир мой. Я даю вам мир мой. И что? Иисус говорит, желающий, приходи, бери. Я даю. Бог не человек, чтобы Ему изменяться. Не сын человеческий, да? Чтобы Ему там лгать. Скажет ли, не сделает, будет. Говорит ли, и не исполнит. И Он говорит, я даю мир мой. И что? Я, даже здесь Он пишет современный. Я оставляю его вам. А сейчас, что требуется от нас, друзья? Берите и пользуйтесь. Берите и пользуйтесь этим миром. Миром Божьим, этой свободой, растите во Христе. Укрепляйте. Пускайте корни. Благодать. Благодать вам. Благодать вам. Почему именно вот эти правила, понятия, этого не ешь, туда не ходи, сюда такая форма моего тела во время молитвы. Другой молитвы не бывает, друзья. Потому что, если во мне живет такая суть, я оторван от Иисуса. Я оторван от Иисуса. И что? Я оторван от Его благодати. Я оторван от Его милости. И я пленник. И я пленник. Поэтому Он говорит, благодать вам, Господня благодать вам, друзья. Рассуждал две недели назад со своим другом тоже. Милость, благодать. И очень интересную суть Он такую произнес. Он говорит, милость – это все, что я напроказничал, покрыто. И то, что будет случаться, конечно, я не собираюсь включать какое-то попустительство, но все покрывается милостью Божьей. А благодать – это что? Это благодать. Это Бог помиловал и еще сверху дал добро. Дал еще добра мне. И поэтому Он говорит, вот это мне Божья благодать. Вот это Божья благодать. А все мои грехи покрыты Его милостью, которую Он создал на Голгофе. Цена милости – это жизнь Бога. Жизнь Бога. Поэтому попустительство, оно просто отсутствует. Да и возрожденный человек не может жить спокойно. Жить спокойно, да. Мне хочется еще раз вернуться именно к этой сути, наше представление о Боге. Наше представление о Боге. Римлянам 9.16. «Все зависит не от желаний или усилий человека». Друзья, все зависит не от желаний или усилий человека. Возьмите это себе на вооружение. Возьмите это себе на вооружение. «Все зависит не от желаний и усилий человека, а все от милости и благодати». Но мы несем ответственность, друзья. Но мы несем ответственность, да. Мы несем ответственность. Но все зависит от Него, от нашего Господа. Будем немножко черканем. Вот портрет Божий. Исаии 55.8.9. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути. Пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших». Ну, есть разница? Очень часто, друзья, я так высказываюсь. «Я думаю». И что? «Приходи сюда и получай мою пятерню». И я злюсь. «Я думаю». «Я думаю». «И мысли мои выше мыслей ваших». «Как небо выше земли, так мои мысли выше мыслей ваших». Ну, в детстве мы так, не знаю, у нас было там в деревне такое выражение, как до неба, да? Сколько там километров? Сколько километров и какая разница до этого неба? Так и здесь в такой образности Исаия говорит. «Вот какая разница, то, что творится у тебя вот здесь, и то, что творится у меня в голове». Очень важно иметь представление о Господе в сокрушении и смирении. Он открывает человеку себя. Кто он такой, да? Исаия, 40 глава, 15 и 17, 18 стихи. «Вот народы, как капля из ведра считаются, как пылинка на весах. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества, и пустоты считаются у него». Итак, кому уподобите вы Бога? Какое подобие найдете Ему? Почему сегодня мы говорим о Боге, друзья? Потому что какие представления о Боге? Такая и моя жизнь. Такие мои мотивы. Такие мои побуждения. Такая и моя жизнь. Моя жизнь состоит из двух ключевых моментов. Первое – это представление о Боге. Второе – это представление о счастье. Представление о счастье формируется. С этих двух представлений формируется наша жизнь. И он говорит, итак, кому уподобите вы Бога? Какое подобие найдете Ему? А вы только возьмите в 53 главу Исаии. Он язвен был. За беззаконие нашим мучаем, истязаем на Голгофе. И что? И дальше написано. А мы что делали? Что там говорится о человеке? А мы что делали, друзья? А мы думали. А мы включили свою думавку. И она думает. Эта думавка. Его наказывает Господь. Вот что она придумала. Ничего другого она не смогла придумать. Мои мысли выше мыслей ваших. Растите во Христе. Пускайте корни. Друзья, иначе вас свяжут человеческими правилами или понятиями. И рабство не миновать. И рабство не миновать. В пути будет сектанство. И больше ничего. Рабство не миновать. Итак, кому подобите вы Бога? Какое подобие найдете Ему? И благодарение Его. С третьего стиха вторая половина. Благодарим Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготовленную вам на небесах, о чем вы прежде слышали. В истинном Слове благовествование, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епофраса возлюбленного, сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в духе. Вера, надежда, любовь, три таких духовных добродетели, три таких сестры, друзья, они не гуляют, они всегда вместе, они не гуляют по отдельности, они всегда вместе. Вера, вера, она смотрит ввысь и видит невидимого, потому что что такое вера? Вот посмотрим на историю этой, просто вырисовывается именно вот это понимание. Евреям, 11 глава, 24 стиха. Вера и Моисей стал взрослым, отказался от чести называться сыном дочери фараоновой. Он избрал участь быть лучше, преследуемым вместе с народом Божиим и отказался от каковременных греховных радостей. Он видел, что его ждет впереди, и поэтому унижение ради Христа для него было ценнее богатства Египта. Верою он вышел из Египта, не боясь гнева царя. Он вытерпел все благодаря тому, что видел перед собою невидимого. Вера видит невидимого. Вера видит невидимого. Это не какие-то правила и понятия, и склоки наша вера, ваша вера. Это взор в невидимый. Любовь не ищет своего. Человек свободный. Ничего не называй своим. И что? И обида не возьмет тебя в тиски. Ничего не называй своим. Надежда вперед, взгляд на это будущее. Вот этих три таких сути вместе. Вера строится на подвиге Христа. Любовь действует здесь и сейчас. Надежда предвосхищает вот это будущее. Так мы и живем. В этих, я бы сказал, в одном флаконе вот таких три компонента. И надежда, основанная она на доверии, ведет к постоянному возрастанию во Христе. Все больше и больше. Вы смотрите, как он здесь пишет. Вот это слово благовествование. Слово благовествование, что оно делает? Оно приносит плод и возрастает. Как между вами, так и везде. И поэтому он говорит, вспомните о том, как вы начали. Вспомните, что вам говорил Епофраз. Вернитесь туда, в это начало, и пускайте корни. В это начало. Вернитесь в это слово благовествование. И закройте уши от тех людей, которые пришли к вам. Пришли к вам и навязывают какое-то определенное рабство. Как и Бог встречается с Иисусом Навиным. Бог встречается с Иисусом Навиным. Друзья, кто-нибудь желает или где-то послушать, о чем там президенты? Путин с Лукашенко, да? Вы бы хотели, они так закрывают дверь и заходят, да? И чуть-чуть дверь приоткрыта. И вы в комнате. И что? Ваши действия. Не буду спрашивать, потому что я знаю их. Конечно, в чем же они там шушукаются? Вот о чем Бог с Иисусом Навиным? Бог! 1.8 Иисуса Навина. Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся в день и ночь, дабы в точности исполнить все то, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен в путях твоих. И будешь поступать благоразумно. Будешь поступать благоразумно. Кто хочет успеха? Кто хочет в этом зале успеха? Только дети. И еще два взрослых, друзья. Вот она суть. Кто хочет быть счастливым? Первый псалом. Мы говорим о понимании. Первый псалом, как счастлив муж, который не ходит на совет нечестивых, как-то не стоит на пути грешный, не сидит в собрании развратителей. И дальше, второй стих. Но в законе Господа воля его. Я стал не по своей воле апостола. Но в законе Господа воля его законно размышляет день и ночь. И следствие. И будет он, как дерево, посаженное при потоках. Ход, который приносит плод свой во время своей, и лист, которого не вянет. Вот. Вот она суть. Поэтому он говорит, вернитесь, колосяне, вернитесь в это слово, в эту благую весть. Вернитесь к началу. Поэтому, друзья, как и в прошлое воскресенье, здесь Петров говорил вот этих пять пальцев, да? Держите благую весть. Растите, укореняйтесь в Иисусе Христе. И вера, друзья, это послушание, а не философия и разглагольство. Это послушание Слову, да? Это доверие и послушание Слову. Да благословит Господь нас послушанием Ему. Аминь. Аминь. Аминь.